Израиль Продают достаточно много, то есть зерно это одна из основных экспортных позиций из Украины в Израиль, наряду с тяжелыми металлами, то есть это очень важный компонент экспорта зерно. Но естественно Украина заинтересована в увеличении поставок, в этом отношении нужно работать и также очень важно, это опять же возможно наведение каких-то контактов с компаниями, которые заинтересованы поставить в Украину технологии в сельском хозяйстве, поднятие урожаев, но это все очень важные темы, которые будем обсуждать тоже с министром сельского хозяйства, это все очень важно. Нет совершенства к хорошему и мы стараемся увеличить товарооборот и на сегодняшний момент это очень важно. Всегда есть место для установления дополнительных экономических связей, в этом отношении мы работаем. А приблизительно сумма, о каких суммах идет речь товарооборот, то есть это миллиарды долларов, это сотни миллионов? Смотрите, весь экспорт Украины на сегодняшний момент в Израиль это порядка 800 миллионов долларов, зерно там занимает где-то порядка до 200 миллионов долларов. Все это немного для такой страны, как Украина. Ну 25% это точно много от всего экспорта. Нет, нет, общий оборот, я говорю. Есть чем заниматься, есть к чему стремиться, есть что делать в этом отношении. Скажите, вот недавно, буквально на этой неделе, израильский премьер-министр, говоря о Газе, мы, кстати, об этом только что говорили с Виктором Либерманом, сказал, что Израиль не Греция. Вот если бы Израиль вел себя как Греция, то здесь был бы коллапс, экономический кризис. А в Израиле сейчас смотрят на то, что происходит в Украине и кажется, что Украина очень близка к греческой ситуации. Вы так не считаете? Ну, смотрите, я думаю, что Украина еще не до такой степени близка к греческой ситуации. Сейчас, я надеюсь, что идет существенная помощь из Америки, из Европы. И я надеюсь, что как бы они нас не оставят, и мы также надеемся на какую-то помощь тоже Израилю. А почему я задаю вам этот вопрос? С одной стороны, Израиль, допустим, готов вкладывать инвестиции, но с другой стороны, если там будет кризис, если доллар пошел резко вверх, если ситуация экономически нестабильна, и вы же говорите, что вы зависите от вливаний Запада, то как можно привлечь этим израильского инвестора? То есть, как можно заставить израильтянина поверить в то, что даже, может быть, вы, как украинцы, не верите? Ну, на сегодняшний момент, когда, если есть какой-то кризис в этой ситуации, все очень дешево, и как раз самое время заходить на этот рынок. Рабочая сила, в общем-то, достаточно дешевая, если сравнить эту ситуацию, например, с Европой или с другими странами. Поэтому я думаю, что самое время, самое время как раз идти инвестировать, и я думаю, что это будет прибыльно и полезно для израильских компаний. То есть, когда официальные лица в Украине говорят, что 24 июля может наступить дефолт, они не понимают, или же они дают самую такую грубую оценку ситуации? Насколько я знаю, это речь идет о техническом дефолте, и я надеюсь, что, скажем так, частная компания, которая инвестирует деньги на Украину, это не коснется. На сегодняшний момент Украина – это друг Израиля, и Израиль для Украины – это образец для подражания. В смысле, что воюет часто? Нет, не воюет часто. Воюет и побеждает, да? В такой ситуации, как Израиль находится, это развитая экономика, это серьезное социальное общество, это забота о людях, и Украина тоже будет к этому стремиться и как бы идти по этому пути. Что касается туристических связей, я в прошлый раз вам говорил, что мы привозили на Западную Украину промо-туры израильских журналистов и израильских религиозных журналистов. Также вы помните, что с нашей помощью был открыт рейс из Тель-Авива во Львов. Во Львов, да. Да, сейчас уже два рейса в неделю, и это очень важный шаг на этом пути, потому что если нет коммуникации, нет сообщения, то о каком туризме может идти речь? Вот. Дальше у нас есть в программе вместе с посольством Израиля в Украине, мы хотим в ближайшее время, там осенью, как получится, провести экономический форум Украино-Израильский. Это, я надеюсь, что тоже даст толчок, скажем так, к связям экономическим между нашими странами. Вы хотите привлекать не только, наверное, израильтян, которые выходцы из бывшего Советского Союза, наверняка вы хотите, чтобы коренные израильтяне прилетали туда, но вот, например, я не видел, например, рекламы, скажем, на иврите в Израиле с призывом прилетайте во Львов, есть прямой рейс во Львов, прилетайте, там есть, не знаю, там трусковец, там сероводород, можно там за копейки, реально, по израильским ценам это копейки. Но я, например, этого не видел, и я вот разговаривал, когда вернулся из Львова, я разговаривал с израильтянами, первое, знаете, что они мне сказали, мне сказали, ты что, с ума сошел, там же война. Я говорю, да нет, это же западная часть, это не восток. Я говорю, кроме того, вы же здесь выросли, вы родились среди войны, какая разница вам уехать из одной войны и переехать в другую? Нет, там война, то есть Украина ассоциируется с войной. Как в такой ситуации можно привлекать израильтян на курорт от руссковца? Ну, во-первых, там военные действия идут на востоке Украины, на западной Украине это абсолютно безопасно и красиво, и вы в этом могли убедиться сами. Это мы понимаем с вами. Это вы могли убедиться сами в этом, да, то есть, когда вы находились во Львове, как бы, сколько вы видели туристов, насколько это прекрасный город и насколько там комфортно находиться. Я с вами абсолютно согласен, то есть, я думаю, что вы правильно подняли эту тему, нужно осуществлять какие-то, скажем, промо-акции уже в данном случае в Израиле для того, чтобы привлекать туристов из Израиля на Украину. Но, на самом деле, в Израиле более чем полмиллиона человек это выходцы с Украины. У них хороший контакт с Украиной, я думаю, что они имеют информацию, что сейчас на Украине происходит. Но я, в свою очередь, тоже буду, как бы, делать все возможное для того, чтобы в данном случае осуществлять промо-акции из Украины в Израиль. Это тоже очень важно, я с вами согласен. Ну, я желаю вам только успеха, у вас насыщенная неделя. Почетный консул государства Израиля в Западной Украине, Олег Кишников, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.